Ребята, всем привет! Меня зовут Света, и добро пожаловать обратно в наш блог с игрецких экран. Ну что, Люсику наконец-то исполнилось 4 месяца, и я могу вкратце охарактеризовать этот возраст тем, что вот на настоящий момент я немножко выдохнула, я стала высыпаться, я стала нормально спать в какие-то веки, и несмотря на то, что иногда Люсик, конечно, ночью может там проснуться и даже поиграть, иногда даже что-то наделать на пол, но в целом большую часть ночного времени он спокойно спит, у него выработалось нормальное чувство графика, я очень стараюсь, конечно, соблюдать эту вот дисциплину, делать все строго по времени, гулять, кормить, про кормление, кстати, расскажу чуть попозже, там отдельная история у нас, но наконец-то я стала спать, и вот я смело могу сказать, что 4 месяца — это вот тот самый возраст, когда я выдохнула, и сейчас стало гораздо легче, я гуляю гораздо меньше, чем раньше, и у меня появилось свободное время, наконец-то, которое я могу тратить на ту же съемку видео, на написание статей в наш блог, да просто, не знаю, элементарно послушать музыку, не знаю, написать стихи, заниматься литературой и просто спортом, например, потому что, кстати говоря, с появлением люсика я вообще забыла, что такое йога, например, потому что йога, да, я повторюсь, она подразумевает некое такое расслабление, погружение в медитативное состояние, ну, а с этими двумя товарищами, особенно с маленьким люсиком, очень трудно, поэтому в основном я дома делала либо силовые упражнения, либо кардио, ну, что-то такое, где не нужно особенно сильно отгораживаться от мира. Но, блин, реально появилось время, стало гораздо проще, я уже не чувствую себя как раньше, помните, я говорила, типа, я перманентно уставшая, я постоянно хочу спать, у меня болят мышцы, и сейчас, да, у меня чуть на сбраслеты, я теперь знаю, сколько я в день прохожу, я прохожу ровно столько же, в среднем у меня, вот прям вот в среднем, каждый день, конечно, по-разному, но меньше 10 тысяч шагов я не прохожу, один раз у меня было 10 тысяч 300, но тогда я, типа, болела, я отравилась, и плюс у меня еще болел живот, в общем, поэтому 10 тысяч 300, это вот был минимум, потому что, что я находила за день, на таблетках, конечно же, на обезболивающих, потому что без них я просто с кровати бы не стала. Ну да, это был мой минимум, но в среднем где-то 17 тысяч у нас вот выходит, какие-то моменты 20-22 даже, но так 15-17 это норма, и я не чувствую сейчас себя уставшей, все в порядке, все замечательно, график более-менее, лично мой режим дня пришел в норму, ну, я гуляю с Люсиком ровно 4 раза в день, то есть 3 раза я гуляю с собаками, втроем, да, я и двое собак, и последний раз с Люсиком я гуляю прям поздно вечером, где-то, ну как, для меня это поздно, потому что я ложусь рано, где-то 8-9, но такая крайняя наша прогулка, и уже до утра он может терпеть, ну, вы знаете, он, вот да, касаемо туалета, он, конечно же, стал гораздо реже гадить дома, то есть по-большому это очень редко, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень редко, прям совсем какие-то патовые ситуации должны быть, по-маленькому, ну, один раз в день-два ходит, да, один раз был прям один раз в день, и я так, ооо, это просто достижение какое-то, а так примерно, ну, два раза, два-три, может быть, максимум, ну, в принципе, не очень накладно, и стало гораздо тоже лучше с туалетом, но он, опять-таки, вы знаете, он не прям терпит, то есть если он реально захотел писать, он сделал это здесь и сейчас, даже если это будет совсем-совсем чуть-чуть, вот такая маленькая лужица, он все равно это сделает, вот, и, ну, в принципе, меня сейчас это не раздражает, я не знаю, будет ли мне это вообще когда-либо раздражать, потому что гулять с ним еще дольше, еще чаще, потому что и так я гуляю с ними достаточно по времени много, то есть у меня вообще такое ощущение, что я постоянно с ними гуляю, и весь день просто, вы знаете, он расписан буквально даже не по часам, он расписан буквально по минутам, там, вставать, гулять с собаками, быстро делать кофе, потом работать, там, до 12 часов я работаю, потом снова час гулять с собаками, приходишь, чего-нибудь для дзена делаешь, в блог пишешь, и, ну, на ютуб, конечно, я не так часто снимаю, это у меня больше как когда вообще есть свободное время какое-то от всего, вот, но потом в 4 часа снова прогулка с собаками, и тоже крайняя прогулка с Люсиком вечером, то есть, грубо говоря, у меня прям свободный-свободный, выдается это вечер, который я как раз-таки трачу на время для мужа, на прогулки по городу просто без собак, и на тренировки, то есть такого, что просто вот сел на диван, ничего не делаешь, что это случается очень редко, просто тупо нет на этом времени, но все равно стало легче, вот, да, я могу сказать, что 4 месяца, это вот тот щенячий возраст, по крайней мере, дешиперки, и, по крайней мере, вот в моей ситуации, потому что, конечно, у всех по-разному, но вот можно немножко так вдохнуть и выдохнуть, сейчас ребята все успокоились, Линда спит в прихожей, а Люсик сзади меня должен поспать его, потом еще поснимаю его отдельно, вот, друзья, так, что я про кормление еще хотела вам рассказать, по поводу кормления Люсик какой-то, я не могу сказать, но у него хороший аппетит на всякие там вкусняшки, на косточки и на линдин и кошачий корм, а вот на свой корм, хотя мы и меняли его несколько раз, ну, знаете, так, у него интуитивное питание, как мы это говорим, он ест в среднем три раза в день, но миска с кормом у него стоит как бы весь день, и мы ее особо не убираем, он подошел, поделал, захотел, покушал, ну, в среднем три миски вот таких горкой он съедает, как бы голодным он себя не ощущает, плюс еще он дофига получает в течение дня всяких вкусняшек, косточек, потому что у него сейчас режутся зубы, поэтому в этом плане я не парюсь, я вижу, что аппетит у него хороший, но он иногда капризничает, есть свой личный и свой собственный корм, причем интересный момент, как только мы купили вот новый корм совершенно, он прям ел его за троих, он прям его обожала, потом он просто надоел, видимо, вот, а предыдущий корм он потом тоже, в общем, надоел, короче, Люсик, он капризный товарищ, но все это он делает реально, потому что он капризный товарищ, вот так, особых проблем с кормлением у нас нету, в общем-то все в порядке, так что, да, это был, это щенячий дневник, дневник, которым я делюсь своими впечатлениями от жизни с маленьким щенком, о том, как я его выращиваю, как я его воспитываю, я думаю, в следующем ролике немножко расскажу про воспитание, по дошировку, чем мы сейчас занимаемся, какие у нас есть проблемы и достижения, вот, про лай, наверное, вам будет интересно, шперки, лает Люсик, сразу скажу, что да, он лает, вот, в общем, друзья, оставайтесь с нами, если у вас есть какие-то запросы на ролики, пишите в комментариях, заходите обязательно в наш инстаграм, там всегда все самое свежее, все самое новое, фотографии, видео, мои истории, ютуб это такой более собирательный мой такой образ, образ, собирательный канал, где я такую, ну, самую важную информацию собираю, а наши такие повседневные бунни, прогулки и просто наше времяпрепровождение и мои мысли на разные темы, все в инстаграме, инстаграм это наше главное, так сказать, обиталище, и также блог на дзене псыградских экранов, если вам хочется в печатном виде почитать мои статьи о собаках, может быть, сохранить их в закладке и в будущем почитать, если у вас нет времени, то есть, мне кажется, это будет всегда, всегда полезно, вот, поэтому, вот, все, друзья, до встречи в следующих роликах, любите животных, они обязательно ответят нам тем же, все очень, очень просто, все, пока-пока!